Здравствуйте! Вы смотрите программу «Творческая мастерская». С вами Мария Шматкова. Сегодня мы находимся в Хинкальне. Иди сюда и будем готовить настоящее традиционное грузинское блюдо – чкмирули. Здравствуйте, Ия. Здравствуйте. Расскажите немножко об этом блюде. Как оно появилось? Это блюдо появилось из деревни, которая называется Чкмэр. И оттуда пришла этот очень хороший, удивительный и очень вкусный блюдо – чкмирули. Но я знаю, что гости вашего ресторана очень любят это блюдо. Да, да. Это блюдо, представляете, простые, но очень вкусные. А в чем секрет? А секрет сейчас мы посмотрим. Что необходимо для приготовления настоящего грузинского чкмирули? Самое главное – курица или цыпленок. Я взяла цыпленок, потому что это долго не надо обжарить. И приготовим быстро. Ну, наверное, более нежный, сочный. А потом обязательно надо соус, который все люди, ну, разные люди по-разному сделают. Настоящий – это чкмирули соус, только чеснок и вода. А здесь, в ресторанах и в России, так что-то чеснок много людей не любят. За это чуть-чуть поменяли соус, добавляли сметана и 33% сливку. То есть, чтобы чуть-чуть был более нежный вкус, наверное. Да, 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 чтобы не было. Такой у него вкус. Да. Ну и, конечно же, знаменитые специи. Да, обязательно, как калорийный чеснок, чуть-чуть красный перец, сол и переправа. Здесь у меня есть аджига, которая в Грузии называется аджига для мяса. У нас есть еще сванский, но здесь сванский нехорошо, потому что там идет такой специи, вкус другой получается. Сейчас постепенно приготовим и скажем еще что-то как надо. Так с чего мы начинаем? Мы взяли цыпленку, я все отрезала, все этот жир, который хорошо и нехорошо, и не надо нам, чтобы обжарить. Сейчас пойдем, обжарим это и потом посмотрим все, как получается. То есть, мы сначала просто обжариваем цыпленку? Просто. А сколько примерно минут? А, на минут, наверное, с каждой стороны. Если это цыпленок 15-20 минут, хватит. Ну, это в общем-то. То есть, если курица будет... Буквально по 6-7 минут с каждой стороны. Да, 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 вот так. Ну что, отправляемся на кухню? Чем часто будете повынить, часто, хорошо будет поджарить. Ну все, отправляемся на кухню. Давай. Ну что, 15-16 минут прошло. Наш цыпленок практически готов? Да, практически готов. Так вкусно пахнет. Просто невероятно. Отрезаем на 4... Разрезаем на 4 части? Да, 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 разрезаем. То есть, пополам. Можно еще на час, потому что, чтобы удобно было... Кушать? Да, кушать. Положим специальный этот у нас есть. Сковорода такая. Тарелка, да? Керамическая тарелка есть. Специальная. Это грузинский называется кетти. Из клин. Вот так. Все. Значит, ну-ка здесь готова. Сейчас мы начинаем сделать соус. Да, соус. Что нам для этого нужно? Для этого нам нужно... Давайте я вам буду помогать. Да, один ложку сметаны. Достаточно? Да, достаточно будет. И вот, это сливки? Да, сливки. Все? Да, сливки. Что дальше? Хорошо, прилично. Чуть-чуть добавляем сейчас. Вот, очень мало, чтобы вкус молочный у него был. Немножко более. Это кальяндра, это не рисуемый. Чуть-чуть распилить. И чуть-чуть. Все. Все, мы перемешиваем. Да. Сейчас, давай, эту доску, ножку. Скажем, какой зелень идет так. Можно минуточку? Давайте, я пока буду мешать. Да, вот так. То есть мы еще в соус добавляем зелень? Да. Какую? Нам надо чуть-чуть кинза, обязательно. Да? Да, вот эту. Да. Достаточно или мало? Если будете еще, хорошо будете. Это самый главный букет, пинцет, только из зелени, который. И два этот. Да, какой. Чуть-чуть. Очень мало укроп. Очень мало укропа. Съели полезную пинзу. Очень мелько-мелько надо резать, чтобы сам это на небо ладит, когда покушаешь. Мясо рукой это не надо, потому что потом потеряет свой вкус. Да, потеряет свой вкус. То есть никакого блендера? Нет. Ничего мы не используем, только доска, нож и руки. В тот случай нет. Вот это, нашу пинзу отправляем туда. Сейчас, достаточно столько укропа? Давайте я порежу. Да, давайте. Достаточно? Да. Да-да, достаточно. У меня так не получится, конечно. Но я постараюсь. Молодец, получилось. Вот так. Достаточно? Достаточно. Отправляем это точно туда. Сейчас чеснок. Чеснок я доверю резать вам. Да, это я хорошо понимаю. Вот за это поменялись соусами. А знаете почему? Потому что я не ем чеснок. Но надо сказать, что в Грузии чеснок, зелень, без этих двух ингредиентов вообще грузинское блюдо. Это правильно. Без зелень вообще ничего не бывает, по-моему. Поэтому если бы я была бы в Грузии, то мне бы все-таки пришлось бы научиться полюбить. Пришлось бы допривыкнуть и полюбить чеснок. Ну, когда откроют границу, можно поэкспериментировать. Очень хорошо. Поехать в Грузию и посмотреть, как в Грузии готовятся все эти прекрасные блюда. Хачапури. Настоящий домашний. Настоящий домашний. Который другой вкус. Который все приготовили. От луков. Ну, там воздух другой, вода другая. Все другое. Все другое. Руки другие. Нет, все эти люди, а другие. Так, мы примерно использовали два зубчатых чеснока, да? Сейчас хорошо помешаем. Сейчас пойдем. Это наливаем. Все, можно полить. Просто сверху заливаем, да? И еще вот этот, отправляем потом в духовку. Лучкам, если хочешь. Да, вот так. Все? Весь соус, да? Да, 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 весь соус. Сделаем так, чтобы попало везде. Нет? Золотая рука была. Молодец. Молодец. Я сомневаюсь, вы, по-моему, лучше знаете, чем я. Сейчас отправляем в духовку. Что мы делаем дальше? Положим в духовку, пока не будет чуть-чуть золотейский цвет. До золотистого цвета. Ну, 5 минут надо. Примерно при какой температуре? 60-180. Больше не надо. Потому что почти... Градусов на 5 минут мы отправляем нашу курочку, которую мы предварительно разрезали, я напоминаю, на 6 частей. До этого мы ее обжарили на специальной сковороде. Приготовили соус. Именно в нем весь секрет этого блюда. Правда, Е? Ну, да. И теперь отправляем в духовку ровно на 5 минут. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, скоро увидимся. Ну, что, наш чекмероли готов? Да, готов. Вот, и все, тоже кипит там еще. Спасибо. Самый главный секрет вот это. То есть должна быть тарелка прямо из духовки, чтобы соус еще кипел. Да, да, да. Ну, что, пробуем? Да, идей, попробуй. Чуть-чуть ничего. Спасибо. Приятного аппетита. Спасибо. Для приготовления чекмероли нам, в общем-то, потребовался цыпленок, ложка сметаны, сливки, грузинские специи и чеснок. Очень вкусно. Ваш чеснок. Очень вкусно. Очень, да? Очень жаль, что камера не передает весь этот богатый вкус и аромат, но я вам предлагаю повторить наш рецепт и попробовать накормить всю семью. Да. Или прийти в хинкальную. Или мы уж нас сделаем, но год не стол поставим, это очень хороший будет. Очень вкусно. Так, мы сегодня приготовили настоящую традиционную грузинскую чекмероли. Приятного всем аппетита. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»